Курликционные коллеги судей даже за тот год, который пробыла я в стенах, Курликционные коллеги судей, она все изменилась. То есть мой приход в Курликционные коллеги судей, после перехода нового председателя областного суда, господин Теревин, мы с вами в средствах массовой информации действительно увидим положительные изменения, то есть появились управляющие приговоры и действительно, господин Теревин, быстрое взаимоотношение к судебной системе, по крайней Моя эксплуатационная коллегия и судьи достаточно открыта, он был на первом заседании, ну, по крайней мере, я попала на то заседание, на котором была я первая, да, то есть и он, который вошел в свою должность в Саратовской области и призвал нас к открытому диалогу. Я сама была на приеме, да, поделилась своими, как бы, вот, ну, на заключение правой эксплуатационной коллегии и судьи, и у нас, как бы, вот, мнение совпало. Поэтому в этой части могу сказать, что положительные сдвиги есть. Есть положительные моменты по отношению к кадровой политике, то есть вот даже за этот год, как выбирают кандидатуру, да, то есть все, что транслируется здесь, это классная информация. На площадках областной думы, а вы все прекрасно знаете, что кандидатура, например, мировой студии, после того, как это утвердили в эволюционной коллегии судей, все уже убеждают в области комитета областной думы и, соответственно, на заседании областной думы. Вот этот фильм, он стал достаточно жестким, и судей-представитель судейского корпуса и, кроме моей коллегии, композиционной коллегии судей, слышит как бы, да, в данном формате. Я сама прихожу на заседание в комитет областной думы, на заседание областной думы и, соответственно, обратную связь, так же, как моя коллега, который присутствует, то есть мы ее также обсуждаем, и я вижу, что кандидатура действительно подбирается уже более, так сказать, строже, да, то есть это и есть и плюсы, и минусы в этом, я сейчас объясню, какие, да, то есть это смотрят уже и на дипломы, и на опыт работы, и, соответственно, чтобы не было каких-то имущественных проблем, каких-то личных моментов, да, в семейной жизни, но при этом мы столкнулись с тем, что есть, конечно, кадровый гол в судебной системе, но, наверное, как-то в любой системе, если мы возьмем с вами любую отрасль, то мы это все как бы испытываем. Так как, в принципе, это достаточно специфическая и закрытая область, да, судейские сообщества, то здесь, наверное, мы переживаем более острые, потому что каждый из нас является участником судопроизводства. Ну, хотя бы раз в жизни, каждый был в суде, либо будет в суде, да, то есть мы не говорим о уголовных делах, там, например, в господукологии, это жизненный опыт есть, то есть мы ничего не зарекаемся, но в гражданском судопроизводстве практически каждый бывает. Взглядом на то, конечно, не младительно, хотел бы такой вопрос задать. Вы упомянули про то, что гораздо активнее стала осуществляться позиция, точнее, осуществляться позиция, которая отражается в СМИ по поводу судейского сообщества. Я хотел бы у вас узнать про конкретный пример, вот в частности, изготовленный составник ОКС, было удовлетворено заявление в суде областного обитража Марина Медникова поставки. До этого наше агентство освещало договорный процесс в отношении сына сотрудника областной прокуратуры Виталия Медникова, который был осужден за громкое ДТП. На процессе свидетели указали, что после ДТП Марина Медникова завешивал номера транспортного средства ее сына, участвовавшего в ДТП. Но, к сожалению, несмотря на многочисленные публикации по этому вопросу, какой-либо от своей позиции, даже после приговора ее сына, коллеги озвучены не было. Скажите, пожалуйста, каким образом коллеги проводятся проверки по материалам и публикациям в СМИ, и как они были учтены при принятии отставки Марины Медниковой? Спасибо. Инициатором рассмотрения данного вопроса должен являться председатель. Вы, в том числе, коллеги из СМИ, за председателем я ответить не могу. Но дальше о средствах массовой информации, то, что звучало в СМИ, я вам скажу, да, свою позицию, то есть подкопка к вопросу, который вы не слышали. История массовой информации, а он был задан на публикационные коллеги и судьи при отставке, на суде Медниковой. То есть меня, так же, как и вас, этот вопрос тревожит. Но проявить какую-то вот, не инициативу, будем говорить, а так, подменить полномочия председателя публикационной коллеги и судьи, к сожалению, я не могу. Но обязанность у нас такая есть. То есть это тоже, смотрите, то есть самое главное по работе председательной коллеги и судьи, когда это касается жалобы, заявлений, чтобы убрать вот эту негативную составляющую, то, что может быть порочащим фактором по отношению, в общем, то, что происходит внутри судейской системы. Естественно, любая публикация, я считаю, должна иметь какое-то разрешение, причем в публичном формате. Если СМИ заявляет об этом, да, факт, неважно, как мы это видим, как члены председателя, как положительный момент, как отрицательный момент, я считаю, что мы должны как бы, ну, озвучить, да, но в моей полномочии это не в пользу. То есть я самостоятельно это решение не могу принять. Хотя я, как и вы, я тоже читала, что очень много было публикаций, если вдруг давал показания, что действительно был факт, что уже судья завешивал номера, то есть человек давал за судебное заседание, да, своей супруге, конечно, меня так же, как и вас, это впечатляет. Самый важный, может быть, для меня вопрос, который за пять лет работал в УНК, я до себя так или на ответ на этот вопрос не нашел. Как-либо у нас попадают иногда, значит, места лишения свободы, в частности, в СИЗО. Но есть такой парень, если ты какой-то период отбыл в СИЗО, значит, ты будешь обязательно осужден. Обязательно, то есть никто себе компенсирует в СИЗО, государство не собирается, понимаете? Поэтому в СИЗО, знаешь, ты поедешь, что это как бы неоправдательный договор, хотя еще раз подозреваю, в СИЗО помещаются люди подозреваемые в преступлении, это очень важно. Никто еще не говорил о том, что они, как бы сказать, совершили это. Это решение, совершая суть, и суду надо это наказать. И дальше возникает следующая картина. Как, значит, человек помещается в СИЗО? Значит, следствие говорит в суде, что товарищ НКРТС может скрыться от следствия, раз это уголовное исполнение, значит, это из закона, может скрыться от следствия, повлиять на устранение улик и, значит, воздействие на свидетелей. Три основных критерия. Но я еще раз обращаю внимание. Эти вот эти три нормы, они декларируются. Я ни разу не встречал, сказать, когда эти три нормы доказывались следствием, а просто декларируются, прокуроруют, я поддерживаю в лице, может. А что значит может? Может и не может. И человек, и человек, и человек, и человек, и человек, и человек абсолютно адекватный, но совершит этот просмотр, едет в СИЗО. А дальше, извините, начинается следующая ситуация. Ну, заключается свидание с собственником на такой-то период. И, как говорят уже профессионалы, побывающие там, первые две недели самое тяжелое. Если ты вытянутся за две недели, тебе уже ничего не страшно. А за этот период тебе всячески говорят, что ты, как бы, извини меня, ты уже отсюда не выйдешь, давай, как ты, братишка, составайся и заключай сделку в соследствии. И часто, таких примеров, достаточно много, люди понимают, что какой-то государственной машиной трудно воевать. Люди заключают сделку в соследствии, признают себя виновными в совершении преступления, в котором они только подозреваются. И всех, как бы, следствия устраивают. Суд устраивает, прокурор устраивает, следствие тоже устраивает. Человек поехал, ну, не по максимальному сроку, там, который надо раз в девять лет, а следит с этой сделкой, ну, четыре с половиной пять лет. Очень удобная такая у нас появилась повсеместная вот такая статистика в отключении сделки со следствием, с государством, с прокурором, понимаете? Я считаю, что она некорректна и достаточно очень, так сказать, вредна. Потому что есть такие примеры, если вы лично сталкивались, как-то помимо признания себя в вине. И мы говорим, ну, тебе-то уже, как бы, все равно. Ты вот скажи, кто-то на память, кто-то как бы в этом поменил. Да, ну, мы действительно все равно. Ну, ну, я говорю, что он тоже с нами участвовал. И второй поэт, на основании показаний того, кто уже осознался, мы имеем такую печальную, сказать, ситуацию, когда вот мы сейчас, знаете, члены общественной палаты, члены ОНГ, занимаемся делом Максима Гурдина. Она всех на звуку, многие это написали. Дело в том, что была взята группа, распространители наркотиков, взяла арестована с поличным, с значительным количеством наркотиков и помещена в следственный заляр. Который через полтора месяца, я могу ошибаться в сроках, они дают еще показания, что вместе с ними еще и участвовал Гурбин. То есть через полтора месяца, значит. Но Гурбин не тот такой человек, что 18-летний пасад, в котором, сказать, там, лидер или там, организатор. Через полтора месяца они говорят, что он с ними участвовал. Гурбина тоже берут при обыске, не находят ни наркотиков, ни у него дома, ни на нем, ни цветок. Но человек за то, что пытался бороться и на суде до конца не признавал себя, сказать, миноплатным, получил 14,6. Люди, которые распространяли, которые повезли в поличный и заключили сделку со сверцами, получили до 7 лет решения в основном. Это не неприятная тенденция. Мы сейчас пытаемся, как мы сказали, с этой ситуацией разобраться, особенно после того, как два из осужденных, несусь с Гурбиной, в этом дело, сознали в том, что они оговорили Гурбина по определенному физическим воздействию находясь в Балашовском СИЗО. Сложно сейчас доказать, было это воздействие или не было, прошло два года. Но люди официально на камеру присутствуют, сотрудников прокуратуры, в этом сознаются. И сейчас будет итог, конечно, вот этого европриятия, он нам всем не безразличен, по крайней мере, тот, кто им занимается. Да, вот и Николунов, и не тот, сказать, человек, которого тогда задержали, не Устинов, он простой парень без отцовщины, из Балашова, 18-1930, в принципе, некому. Но вот мы как-то обратили на это внимание, пытаемся, вот, скорее всего, эту ситуацию разрешить. С настоятельностью ухора работал третий год. Полтора года назад мы встречались на площадке общественной палаты. И то, о чем говорил, то есть речь, касающаяся строителей, с которыми сталкивается бизнес, который на этапе средственных действий умещается под стражей, на сегодняшний момент, может, конечно, в Саратовской области, в связи с приходом Кадыра Викторовича на пост суда, практически решет, потому что с начале года в Саратовской области было 28 предпринимателей, которые находились на этапе средственных действий под стражей, на сегодняшний момент, уже второй месяц, насколько я знаю, мне нет обращения из СИЗО, и если ограничения вкладываются, они окладываются в более легкой форме, это ограничения передвижений, домашний арест, либо какие-то другие. В этом плане разработала, наконец, 108 статья Крисального кодекса, и можно констатировать, что на территории региона в этом плане законодательство сберутается. То, что касается института полномочных и взаимодействия с судами, приходится общаться и представлять предпринимателей как в арбитражном суде, так и в старых судах общей юрисдикции. Тема сложная, как правило, вопрос, на самом деле, касается большей части проблем, именно вопросов правоприменения, вопросов невозможности переквалификации в процессе, судебного разбирательства по статье. С чем сталкиваемся, и на что хотелось обратить внимание на сегодняшний момент, это вопросы правоприменения штрафных санкций. Штрафные санкции в отношении предпринимателей и предприятий, которые задерживают заработную плату. Это всегда очень плохо, всегда очень тяжело, но, тем не менее, предприниматели и предприятия, те, которые задерживают заработную плату, делают это в большинстве своих случаев, и суды должны разбираться не по причине, а по желанию чего-то не заплатить, а по объективным обстоятельствам. Если суды не будут разбираться, этих объективных обстоятельств, решение, которое принимается от отражания, в назначении штрафа, по штрафу там назначаются очень большие, вот 200 тысяч, до 2,5 миллионов, это на самом деле все равно, что рушить пожар бензином, потому что предприятий в акции средств не хватает, есть ли право применения именно в формате наложения еще дополнительных санкций, это решение возможностей. В дальнейшем это понуждает предприятию реализовывать активы, имущество предприятий, сокращается объемы возможностей рабочих, привлечения, ну и в дальнейшем, практически, закрытия предприятия. Вторая составляющая, опять же, по штрафным санкциям, которые накладываются на предприятия, 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 предпринимательства я его называю, наши управляющие компании, ССЖ и так далее. Потому что штрафы, которые накладываются на ней, практически штрафы на все население, которое находится в данном сегменте, у них нет, собственно, доходов и источников, в основном это за счет оплаты, которая взимается в квадратный метр, практически просто перераспределение, и, как правило, в дальнейшем использовании, умножения штрафов, умножается компанией использовать денежные средства, которые собирается население, за ресурсы снабжения и так далее. Поэтому в этом направлении необходимо все-таки общественная палата, надеюсь, поддержит меня, о том, чтобы при принятии этих решений. У нас есть лицензионная комиссия при ГЖИ, у нас есть вопросы приостановки деятельности, есть вопросы ограничения, наложения ограничений на руководителя, запретов в ведении деятельности, тех, кто нарушает какие-то, но ни в коем случае не перераспределяет через бюджетную деятельность в систему те затраты, которые несутся. То, что касается пограничных вопросов, связанных между административными нарушениями и уголовными нарушениями, с чем сталкиваются с тупой понароченной, и в последнее время те проблемы, с которыми бизнес столкнулся. У нас, да, общественная палата активно уже больше 10 лет выступает за декриминализацией 171 статьи Уголовного подвеса. Это незаконная предпринимательская деятельность. К сожалению, она применяется у нас в отношении предпринимателей, действующих предпринимателей, исключительно не тех людей, которые занимаются действительно незаконной предпринимательской деятельностью. Накладывается она за счет, в процессе того, что либо лицензии неополнены, либо неправильно, либо какие-то нарушения в процессах, которые были выявлены контрольно-обзорными органами. Контрольно-орган приходит на лицензии. Фактически, в моем понимании, это не доработка контрольным органам. Они должны заниматься, так или иначе, профилактикой, они должны заниматься подготовкой и оказанием содействия в получении этих лицензий. Так полноручий очень много, вплоть до приостановки деятельности. Но по факту заключается то, что применение вот этой статьи 171-й при ограничении приводит к вынуванию из сегментов Саратовской области целых сегментов предпринимательских социологических. У нас три последних процесса, которых что добились? Почти полтора года судебные, сначала следственные действия, потом судебные преследования. А судьи на штрафы, там на одном случае 350 тысяч, в другом 80 тысяч. В результате предприятия, на одном было 70 человек работающих, на другом 5 человек работающих. С оборотами в первом случае было до 150 миллионов год, в втором случае где-то до 20 миллионов год. Были ликвидированы фактически. Вот одно сейчас продается, второе тоже приостановил деятельность. А не нового. Цель, основная цель все-таки, какая для сегментов? Тракт получить, который может быть даже выглочен не будет. Потеря ресурсов и формирование. Основная задача, которую все-таки хотелось бы нацелить судебные органы, органы, профорадоры, органы средственные, и вообще весь аппарат юстиции, на то, чтобы не наносить ущерба государству или региону. И все-таки думать о том, что, какие последствия может привести подобного рода преследоват. Исходя из того, что сейчас происходит, очень все это, которые именно уполномочены Борис Юрьевич Светов, на это обращать внимание, это право применения 210-й статьи Уголовного кодекса, потому что, ну, по факту, она прописана таким образом, что любое предприятие является уже несет собой сообщество. Ореска, которая вот вынесена, она в первую очередь связана с деятельностью судов. Наверное, из уст адвоката страны это не случилось, но то, что происходит в судах, та динамика, которая сегодня в сети и появляется за последние несколько лет, меняется состав судей. Причем он меняется с точки зрения не просто квалификации, а с точки зрения профессионализма в области этики и эстетики процесса. Вот эти слова мы очень редко употребляем, но я почему их выделяю? Потому что этичное поведение судей на сегодняшний день, это, во-первых, с одной стороны, на вылаз, который адвокаты сталкиваются, потому что, работая, скажем, с 96-го года, я много видела в судах, что происходило, и что могли себе позволить свои высказки и судьи. На сегодняшний день применительно к городу Саратове, поскольку не чаще с ним приходится работать в районах суда города Саратове, в одном суде, это совершенно другая станция и другой режим работы. В основном судьи выдержаны, спокойны и ведут себя очень вежливо по отношению к участникам процесса. И вот тут появляется обратная страна методов. К сожалению, опять, это, наверное, не странно прозвучит, безусловно адвокаты. Я считаю, что суды абсолютно необоснованно игнорируют такой мощный рычаг воздействия на стороны, как честное определение и восстановление, а также штраф в отношении лиц, которые врушают порядок в зале судебного заседания. Приходится сталкиваться с оскорблением со стороны опорета. Приходится сталкиваться, ну, я с адвокатов не снимаю, у меня тоже красивые, хорошие всякие бывают, но у нас точно такой же победитель можно наблюдать в том прокуратуре, когда право прокуратуре и прокуратуре будут тянут из себя в тюрьме, когда дистанция прокурора может скаблить, перебиваться, пока переговорить в вашу чеку, прошу, вывезти и не замечали, эти стандарты уже, они тут. Вот эти, я постоянно перебиваю и перестану на течественную. Странение будет несколько литическое, потому что у меня нет с точки зрения практики, работа в системном процессе, но, наверное, на с точки зрения обывателя, давайте поймем, что суд – это та последняя станция, где просто обычный человек приходит за защитой своих интересов, за восстановлением своих нарушенных прав. Это то место, где мы ждем, что истинно будет установлено. И именно отсюда, именно поэтому такие повышенные требования по судье, потому что судье действительно должен быть орицетворением беспрестрачности, честности, независимости, конечно, музыкализма, знания и соблюдения всего действующего и самодательства. И отсюда столь много вопросов и отсюда столь много пожеланий со стороны общества, со стороны уполномоченных и права человека по защите прав предпринимателей и так далее и тому подобное. Все это не просто менеджеры. Это та фигура, от которой мы ждем вот истинной во всех дистанциях. Что было раньше, ну, наверное, некоторое время назад какое-то недоверие к судам достигло своего пика, наверное, года максимума. То есть простой капитализм у нас только разрушен в государственной системе, отсюда было огромное количество жалоб. Жалобы общественников, жалобы депутатов, вообще негатив средствам массовой информации от адвокатов. Когда на самом деле, приходя в суд, многие уже с наветом говорили, да вы знаем, какой будет приговор. Так быть и должно. Когда обвинительное заключение с доказательной недостаточной базы, без доказательной недостаточной базы, вопрос сложился основу приговора. Когда были жалобы на универсуальные контакты хранительных органов, судейские, это все недопустимо, все это прекрасно знали, об этом говорили средства массовой информации, но почему-то реакции должны не быть. Конечно, здесь уже очень многие и мои коллеги, и другие представители общественности говорят о том, что, да, с теми изменениями, которые произошли в суде, в судейской системе, с пригодом новых председателей, конечно, многие ответили изменения в лучшую сторону. Веземлементар, что качественное правосудие это в первую очередь и влечет за собой качественную работу других органов, в том числе правоохранительных. Далеко не все, что в настоящий момент правоохранительные органы принесут в суд, будет 100% принято. Это может быть воспрещено, и это заставляет другие органы работать более качественно. Поэтому я буду в Украине тратить, и я хотела, наверное, высказать пожелания. Пожелания не останавливаются недостигнуты, пожелания не указнительны, следовать скупе закона и, соответственно, следовать тем принципам, которые уже заложены в действующей судебной системе, потому что они прописаны все правильно и грамотно. И это пожелание не только областному суду, я думаю, что и арбитражности должен прислушаться, потому что принципы везде едины. Ну и, соответственно, Светлана Александровна, вы как наш представитель, так, наверное, хотелось бы понимать, что профессионные коллеги судьи должны делать, действовать и работать более открыто, более прозрачно. И все принципы, которые вы руководствовались, они должны быть понятны, объективны, и вы должны руководствоваться собственным пониманием и знанием действующего законодательства. Продолжение следует...